Новый этап в партнерских отношениях. Кабардино-Балкария и Роснефть приступили к практической реализации соглашения о сотрудничестве. Арендаторы Майского подсчитывают возможную прибыль. Верхний Балкарий реставрирует старинную мечеть. Какие секреты хранит вековое сооружение? Кабардино-Балкария и Роснефть приступили к практической реализации соглашения о сотрудничестве. Сегодня в Доме правительства КБР состоялась рабочая встреча Юрия Кокова и вице-президента ОАОНК Роснефть Аврил Конрой. Обсуждены вопросы практического преломления, подписанного в рамках 19-го Петербургского международного экономического форума соглашения о сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и Роснефтью. Речь шла об оптимизации и дальнейшем развитии сети АЗС на территории республики, открывающихся в возможностях кооперации в сфере курортно-рекреационного комплекса КБР, ряде других направлений. Стороны подтвердили заинтересованность развивать отношения на стабильной и долгосрочной основе. Юрий Коков на расширенном совещании заслушал отчет правительства КБР по предварительным результатам работы за первое полугодие 2015 года. Данные социально-экономического развития республики озвучил в своем докладе премьер-министр Кабардино-Балкарии Али Мусуков. Индекс промпроизводства вырос на 2%. Товаров отгружено почти на 19 млрд. рублей. Объем продукции сельского хозяйства более 9,5 млрд. Рост в сравнении с 2014 годом около 6%. Доходы республиканского бюджета свыше 47% от годовых плановых значений. Налоговые и неналоговые поступления в казну возросли на 775 млн. Основная доля расходов приходится на образование, здравоохранение и социальную политику. Оборот розничной торговли и платные услуги населению остались на уровне прошлого года. Введено 100 тысяч квадратных метров жилья. Рост 6,5%. Среднемесячная начисленная заработная плата по республике выросла на 5% и составила 19 609 рублей. По государственным и федеральным целевым программам планируется привлечь около 17 млрд. рублей федеральных средств. Почти половина из них в республику уже поступила. В то же время у КБР есть возможность войти еще в 8 федеральных целевых программ и 7 госпрограмм. Среди наиболее значимых проектов названы возрождение Тернаусского вольфрама-малибденового комбината, вынос за пределы Нальчика гидромедзавода и железнодорожной станции, возведение двух автовокзалов с северной и южной сторон столицы республики, строительство перинатального центра и спортивного центра водительского мастерства в Урване, создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа, ввод в эксплуатацию Зарагижской ГЭС и третьей очереди канатной дороги на горе Эльбрус. Также в числе приоритетов ликвидация последствий стихии в мае-июне текущего года, оптимизация бюджетных расходов, сокращение разрыва между заработной платой руководителей и работников госучреждений, централизация закупок лекарственных средств, создание новых дошкольных мест. Основными проблемными вопросами остаются обеспечение жильем детей-сирот, качество услуг ЖКХ, улучшение платежной дисциплины, передача земельных участков из федеральной в муниципальную собственность, санитарно-экологическое состояние республики. Говоря о деятельности правительства за отчетный период, Юрий Коков отметил положительную динамику по ряду основных направлений социально-экономического развития. Однако акцент был сделан на тех, которые нуждаются в дополнительном внимании. Это активизация работы министерств и ведомств по включению республики в отраслевые федеральные программы, снижение задолженности за поставляемые энергоресурсы, развитие лесного хозяйства, земельная реформа. Нуждается в совершенствовании работа с кадрами, от которой по определению главы республики напрямую зависит реализация намеченного. Миноборнауки предложено определиться с дальнейшей учебой школьников, не сдавших ЕГЭ, кардинально улучшить условия пребывания детей в интернатных учреждениях республики. Коррекционные школы-интернаты решено присоединить к успешно работающим образовательным учреждениям такого типа. Переходя к оценке деятельности АПК, Юрий Коков предложил Минсельхозу разработать отдельную программу качества производимой продукции, оценить реальную отдачу от 75 тысяч гектаров орошаемых земель, провести их инвентаризацию. Каждый клочок земли, подчеркнул Коков, должен эффективно использоваться. Минздраву предложено повысить уровень медобслуживания и лекарственного обеспечения жителей республики. По-прежнему немало жалоб на очереди в поликлиниках, отсутствие необходимых препаратов в лечебных учреждениях. На совещании рассмотрен ход строительства перинатального центра, указано на недопустимость отставания от графика строительных работ. Несмотря на прозвучавшие критические замечания, Юрий Коков поблагодарил правительство за работу, отметив, что темой специального рассмотрения станет обеспечение занятостью населением. Для нашей республики, сказал глава КБР, это важнейший вопрос. Юрий Коков провел расширенное совещание с главами муниципалитетов, обсужденные текущая экономическая ситуация и антикризисные меры. Действия местных властей должны быть направлены на снятие наиболее острых социальных проблем, подчеркнул Юрий Коков. Это и земельная реформа, и поддержка предпринимательства, обеспечение деятельности ЖКХ. Юрий Коков проинформировал о планах бесплатного выделения земельных участков, в первую очередь многодетным семьям. В повышенном внимании властей нуждается санитарное состояние территорий, их благоустройство, обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания. Главам администрации даны поручения проработать механизмы создания сети муниципальных транспортных предприятий. На совещании с докладами выступили главы городских округов Нальчик, Прохладный, администрации Эльбрусского, Зольского, Майского, Прохладненского, Чигемского, Баксанского районов. В работе руководителей муниципалитетов, подчеркнул Юрий Коков, нет мелочей. Имеется немало неиспользованных резервов, одним из которых является обеспечение контроля за расходованием государственных средств. В тот же день глава КБР провел совещание с руководителями правоохранительных структур по вопросам обеспечения безопасности и общественного порядка. А сегодня Юрий Коков в Доме правительства КБР встретился с кинорежиссером, народным артистом России Александром Сокоровым. «Я здесь потому, что для меня это родина, и Иркутск, где я родился, и город Горький, откуда родом моя мама, и Москва, где я учился, и Петербург. Нам не надо забывать, что есть Россия, с которой мы всегда вместе. И не должно быть сил, которые будут членить, дробить нашу страну», – сказал Сокоров. Глава КБР поблагодарил кинорежиссера за добрые отношения к республике, поддержку творческой молодежи Кабардино-Балкарии. С осени 2011 года Александр Сокоров возглавляет режиссерскую мастерскую в Кабардино-Балкарском государственном университете. Курсовые работы его учеников принимают участие во всероссийских кинофорумах. Около 30 вопросов рассмотрели депутаты на последнем пленарном заседании весенней сессии. Парламентарии дали согласие на назначение Владимира Базиева на должность мирового суди Лискенского района и Славы Хочетлова на должность аудитора контрольно-счетной палаты КБР. Одобрили проект закона о дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и направили на подпись главе республики. Поддержали депутаты и дополнительные соглашения по пересмотру условий погашения федерального кредита, предоставленного республике на строительство, реконструкцию и содержание автодорог общего пользования. Принято решение о реструктуризации дорожного кредита, предоставленного республике в 2013, 2012 и 2013 годах. Общая сумма кредита составляет 331,5 млн. рублей с учетом начисленных процентов. По достигнутым договоренностям сумма, причитающаяся на погашение в 2015 и 2016 годах, переносится к погашению основного долга на срок 2025-2034 годы. Также сегодня принят закон о статусе депутатов КБР, отменяющий некоторые ранее существовавшие льготы. Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, парламентарии отказались от компенсации за увеща, страховки жизни и здоровья и бесплатного проезда. Сегодня же народные избранники определили примерный план работы парламента в осеннюю сессию. 40 тысяч тонн плодов и 200 тысяч тонн овощей может поставить Кабардино-Балкария другим регионам России в рамках импортозамещения. Таков прогноз Минсельхоза КБР по результатам урожайности прошлого года. Существенная доля принадлежит фермерам. Сейчас в республике насчитывается более 2 тысяч аграрных хозяйств и более 40 сельхозкооперативов. О буднях арендаторов Майского района рассказывает Адам Абазов. Если все вместе посчитать, почти на гектар 300 тысяч уходит. Алексей Шин подсчитывает свои расходы. О прибыли предприниматель пока не говорит. Уборка урожая только началась, специализируется на зелени и овощах. Малый бизнес сегодня задают тон в аграрном секторе, говорят в профильном ведомстве. Сами хозяйственники подчеркивают, пока действует введенная Россией запрет на ввоз европейской продукции, надо воспользоваться моментом и стать на путь стабильного развития. За счет санкций у нас продукция более-менее стабильнее, цена держится. Не так резко падает, как раньше. Ну, цена, например, была сегодня такая, а завтра может вообще упасть. А сейчас вроде чуть-чуть стабильнее. И для нас как-то лучше стало. В последние годы труженики полей активно взялись за внедрение новых технологий. Один из методов – капельное решение – продуктивно сказывается на урожайности полей. Затраты большие сейчас. Сейчас капельная система дорогая. Тем более в этом году стало намного, потому что, я не знаю, доллар поднялся и все. В этом году и химия очень дорогая. Пленка стала дороже намного. И сейчас расход у нас намного больше стало, чем те годы. Ну, все равно работаем. Нам бы какие-то, как его, кредиты какие-то чуть подешевле. Нынешний год для земледельцев начался с сложными погодными условиями. Но арендаторы и фермеры в Майском районе, а их более 40, полны решимости вырастить богатый урожай. Перевод производства продукции на интенсивный путь – дело хоть и затратное, но стоящее, говорит Константин Ли. У предпринимателя не слишком большой по масштабам – всего 3 гектара, но уже прибыльный участок. Сегодня аграрий также возлагает надежды на эмбарго европейской продукции. Если там запретят, закроют ввоз продукции, овощи, например, то думаем, что мы сможем сами вырастить все это и обеспечить. Ежегодная потребность Кабардино-Балкарии в овощах – 110-120 тысяч тонн. Объемы урожая 2014-го превысили эти показатели в несколько раз. Регион обеспечил собственную продукцию не только себя, но и поставлял ее в рамках импортозамещения в различные субъекты России. Говорить о том, сколько тонн овощей смогут аграрии вырастить в этом году пока рано, но спускать планку они не намерены. Адам Абазов, Сафар Гиреев, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария. В общественной палате сегодня говорили о профилактике правонарушений и укреплении общественной безопасности в республике. Эта тема стала основной на заседании круглого стола с участием правоохранителей, представителей муниципальных властей и общественных объединений. С отчетом о реализации программы по профилактике правонарушений выступил республиканский Минобор. В прошлом году общая сумма финансирования составила 650 тысяч рублей. В нынешнем выделено на 300 тысяч больше. Средства распределены по муниципалитетам республики и должны быть потрачены с умом. Они бездумно вложены в бесполезные мероприятия, отметили на встрече. Прежде чем планировать различные акции, необходимо провести опросы, в первую очередь в молодежной среде. И исходить из выявленных предпочтений, считают общественники. Сегодня утром в Нальчике в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, лица по оперативной информации, причастные к преступлениям террористической направленности, были заблокированы в три часа утра в одном из домов по улице Ашурова. На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли стрельбу и были нейтрализованы ответным огнем силовиков. Личности преступников предварительно установлены. По версии правоохранителей, они являлись активными членами международной террористической комитеты. Организации «Мурат Кавказ». В ходе обыска в их квартире обнаружено несколько единиц оружия и большое количество боеприпасов к ним. Режим КТО и действовавшие в его рамках ограничения сняты в 8-15 утра. С 1 июля ужесточаются правила дорожного движения. Нововведения в законодательстве обсуждали в Республиканском управлении ГИБДД на расширенной встрече личного состава с прокуратурой и судебными органами КБР. Как было отмечено, с завтрашнего дня вступают в силу нормы, по которым водителям за повторную езду в нетрезвом виде грозит уже не административная, а уголовная ответственность. Подобное правонарушение наказывается тюремным заключением на два года. Говорили и об обращениях граждан. Многие хозяева авто жалуются, что не могут забрать свои удостоверения после истечения срока лишения прав, пока не оплатят все задолженности по штрафам. Представители прокуратуры и судебных органов признали такой способ борьбы с нарушителями законным и вполне оправданным. Собравшись, также отметили необходимость усиления взаимодействия между ведомствами, в том числе в соседних регионах. Минздрав Республики принял участие во всероссийском информационном марафоне «Вакцинация – здоровая нация». Прошел он сегодня в Ростове под эгидой Федерального министерства здравоохранения и при поддержке профессиональных медицинских общественных организаций. Марафон стартовал 24 апреля вместе с началом Европейской недели иммунизации. Его цель – развеять связанные с вакцинацией мифы и недостоверные слухи. В 90-е массовый отказ от прививок привел к эпидемии дифтерии, унесшей жизни 4 тысяч человек. Между тем, по данным ВОЗ, вакцинация ежегодно спасает от болезней и пожизненной инвалидности более 3 миллионов человек. Информационный марафон проходит в форме образовательных семинаров для журналистов. Проводят их медики с расчетом на дальнейшее освещение этой проблематики в СМИ. До сентября медики посетят 70 крупнейших городов России. В Москве, по Волжье и Казани они уже побывали. В Верхней Балкарии реставрируют старинную мечеть. Мастера-строители применяют старинные технологии наряду с современными. Только так, по их словам, можно сохранить первоначальный облик этого исторического памятника. В детали вникал наш спецкор Нуржан Кубадиева. Для с них грамм цемента нету. Они добавляют сюда яичный желток и сыворотку. Есть такой камень, его обжигали и получалось известь. Получалось не просто известь, а состав, который в сотни раз прочнее цемента. Благодаря умелому применению этих природных материалов, средневековые башни и строения уже сотни лет стоят практически в полной сохранности. В их числе и дореволюционная мечеть на окраине Верхней Балкарии. Исторический памятник сейчас восстанавливают. Бывший имам и один из самых авторитетных жителей села Мухадин Циканов приходит сюда с ежедневной инспекцией. Он консультирует и даёт советы строителям. Эта мечеть не просто молельный дом. Это часть истории нашего села. Часть общей истории балкарцев. Сегодня важно сохранить её. Потомки должны иметь возможность увидеть своими глазами то, что было здесь сотни лет назад. Это и есть наша главная задача. В конце 19 века эта мечеть стала самой большой в округе и считалась главной в ущелье. В этих стенах не только молились. Здесь собирали советы старейшин, где принимались важные для села решения. Инициатором её возведения был князь, старшина балкарского общества, а именно так называлось в те времена объединение сел Чирекского ущелья, Азнор Айдоболов. Кстати, его усилиями среди скал была проложена и первая общественная колесная дорога, ведущая к этим местам. После революции храм был преобразован в сельский клуб, а в годы депортации разрушен. Сегодня рабочие строители стараются вернуть зданию первоначальный вид. Приходится искать, найти выходы и решения. И факт, что изначальный вид хотим создать в этой мечети, и её история какая есть, как помнят наши старики. С Иисусов мы, как они сказали, так и делаем. Все применяемые материалы местные и камень, добываемый высоко в горах, и сосна, которую обжигают, чтобы придать дереву старинный вид. Почти все основные строительные работы внутри здания уже завершены. До открытия мечети осталось совсем немного – закончить хозяйственную постройку, говорит Мухаддин Цыканов. Она тоже часть исторического облика памятника. На этом наш выпуск завершен. Сейчас прогноз погоды на завтра, но я прощаюсь. Приятного вечера. Даже солнце не затмит вас. В салоне «Ленароптик» представлена новая потрясающая коллекция солнцезащитных очков 2015 года. Для него. По информации метеоцентра ФОБОС, в среду по республике пройдет малоактивный атмосферный фронт. Температура снизится, местами кратковременные дожди. В Зольском районе ясное тепло – плюс 24. В горах – облачно с осадками, грозы. У подножия Эльбруса плюс 14 днем, ночью плюс 5. Грозы возможны и в Тернаузе – до 21 тепла. Пасмурно с прояснениями в Баксане и Чигеме – плюс 25. Облачно, небольшие дожди в Нордкале – и 27 тепла. Небольшие дожди в Прохладном и Майском – здесь плюс 27. Грозовые тучи сгустятся над Терским и Лескенским районами. Прогнозируются кратковременные дожди – плюс 25-27. В Кашхатау – 23 тепла, также дожди. В Нальчике возможны грозы – 24 днем, ночью плюс 21.